Деревняка Эдон Говорят, что среди муромских лесов в экологически чистом месте, где в радиусе 40 километров нет никаких производств, добывают минеральную питьевую воду, целебные свойства которой известны далеко за пределами Владимирской области. Ведь территория вокруг заповедная, но прежде чем вода попадает к потребителю, ее ждет длинный путь. Какой именно, сейчас расскажем. Сегодня вы узнаете, какую воду называют минеральной, как ее добывают и требует ли она очистки. На что следует обратить внимание при выборе воды и почему на предприятии во Владимирской области используют только одноразовые бутылки. С древних времен люди относились к воде по-особому. Они слагали мифы, легенды и сказки. Согласно некоторым из них существовала живая вода. И она обладала волшебными свойствами. Заживляла раны и даже была способна вернуть к жизни. Мертвая же вода была опасна. Сегодня книжки со сказками заменили учебники, в которых детям рассказывают о круговороте воды в природе. Попав в почву в виде дождя, влага наполняет водоносные пласты. Чем глубже колодец или скважина, тем лучше, поскольку земля представляет собой природный фильтр. Глубина артезианской скважины может достигать 200 метров. Впервые воду из скважины добыли в 1126 году в одном из французских селений графства Артуа. По латыни это название так и звучит – артезиум. Местные жители, чтобы добраться до водоносного слоя, прорыли очень глубокий колодец. С тех пор и пошло это название – артезианские воды. И сегодня такую воду добывают и во Владимирской области. Мы находимся на территории предприятия «Выбор-С». И вот именно здесь, у этого места, можно сказать, рождается та самая уникальная природная минеральная вода «Я». Сергей Владимирович, насколько я понимаю, это та самая артезианская скважина. Это та самая артезианская скважина глубиной 90 метров, из которой мы и качаем нашу воду. Она находится в известковых породах, пробуренная скважина вот эта. Там известковые породы, как губка, копят в себе воду и высвобождается в эту пробуренную скважину, и отсюда мы ее закачиваем. Закачиваем ее непосредственно сразу на производство. То есть несомненным преимуществом нашей воды является то, что наше производство находится в непосредственной близости от скважины. А если брать точнее, то в 50 метрах от нее. Бытует мнение, что пить можно любую воду из подземного источника. Но это не так. Даже если на вашем участке есть скважина, прежде чем пить из нее воду, нужно отнести образец в лабораторию для анализа. Чаще всего в воде требуется дополнительная очистка. В компании ВБРС воду очищают от возможных вредных примесей так, чтобы сохранить ее полезные свойства. Но у каждого производителя есть и другие свои отличия. В состав этой воды входят гидрокарбонаты, кальций и магний. Поэтому питьевая вода «Я» относится к минеральным природным столовым водам. Из артезианского источника вода попадает сразу сюда, в помещение, где происходит водоподготовка. Прежде чем быть разлитой по разным емкостям, вода проходит три степени очистки. Первая – это угольный фильтр, вторая – мембранная и третья – картриджная. И после этого еще происходит обеззараживание воды при помощи ультрафиолетовых ламп. После подготовки воду разливают по разным емкостям, производят их прямо на предприятии. А рождаются бутылки вот из таких пластиковых заготовок. Мы находимся на одном из производственных участков предприятия «Выбор-С». Конкретно здесь вот из таких пластиковых заготовок получаются те самые 19-литровые бутыли. Сергей Вилович, скажите, как это происходит? Ну, заготовка эта называется приформой. Приформы проходят через печь разогрева. При определенных режимах разогревается. После чего попадает в пресс-форму выдува. И под давлением 30 атмосфер вот из такой заготовки, из такой приформы и получается наша бутыль. Предприятие не использует емкости повторно, как некоторые другие производители. И на то есть свои причины. Ведь бутылка может быть плохо промыта, и внутри нее созданы почти идеальные условия для роста микробов. Поэтому емкости на этом предприятии все одноразовые. На предприятии несколько производственных линий. Самые популярные размеры бутылок для разлива 0,5, 1,5, 6 литров и 19. Непосредственно с выдува, с автомата выдува, бутылки по воздушному транспортеру попадают в автомат розлива без участия человека. И после налива бутылки сразу же упориваются. То есть здесь измечается практически человеческий фактор. Оператор следит только за состоянием оборудования. Там в процессе налива не участки. Пришло время рассказать о свойствах такой воды. В одном ее литре находится до 0,5 грамма минеральных веществ. Вода одновременно содержит и магний, и кальций, что понравится поклонникам здорового образа жизни и тем, кто проходит лечение патологии нервной, выделительной и пищеварительной системы. Существует миф о том, что каждый день человек должен выпивать не менее 8 стаканов воды. На самом деле врачи рекомендуют исходить из среднего показателя потребности 30-40 мл на килограмм веса. Стоит помнить и о том, что если вы занимаетесь спортом или ваша работа связана с физическими нагрузками, то потребность в жидкости увеличивается. Такое сложное производство, конечно, не может обойтись без финального контроля качества. Исследование проводят в собственной лаборатории. Сегодня мы проверим воду на жесткость. Для нашего эксперимента возьмем 100 мл минеральной воды, добавим 5 мл буферного раствора и несколько капель индикатора. И затем все тщательно размешаем. Эксперимент показал, что жесткость питьевой минеральной воды Я 4,25. А значит, по показателям предельно допустимого содержания солей, эту воду можно назвать мягкой. И она отвечает нормам Санпина и ГОСТа. Мы собрали еще 10 интересных фактов, касающихся природной воды и работы предприятия. Вот они. Вода из артезианских скважин может содержать разные примеси и поэтому нуждается в подготовке. На бутылке с минеральной водой должен быть указан не только ее состав, но и регистрационный номер артезианской скважины, из которой она добыта и ее месторасположение. Самые полезные продукты, те, которые выращены или произведены в той местности, где живет человек их употребляющий. Это касается и воды. Одной полуторалитровой бутылки такой воды в день достаточно, чтобы организм получил суточную норму необходимых микроэлементов. Питьевая минеральная вода позволяет снять усталость, поскольку в ней содержится магний, который поддерживает работу мышечной ткани. Употребление питьевой воды помогает снижать вес. Вода ускоряет процесс метаболизма и снижает аппетит, а точнее жажду, которую мы часто принимаем за голод. Говорят, что питьевую воду нельзя повторно кипятить, потому что в такой воде повышается содержание изотопов тяжелого водорода дейтерия. Однако у медицины нет подтверждений, что такая вода может нанести вред здоровью. Оказывается, горячая вода замерзает быстрее холодной. И это свойство воды называют эффектом мпемба. В 1963 году именно танзанийский студент Эрастом Мпемба выявил, что под воздействием одинаково низких температур, горячая вода замерзает быстрее холодной. Есть мнение, что вода обладает памятью. Это свойство воды накапливает в себе информацию, открыл японский ученый Масару Эмото. На протяжении уже 20 лет минеральная вода Я имеет постоянный состав. Неожиданный факт. Минеральная вода Я подходит для засолки огурцов и помидоров. Готовая продукция обычно долго на складе не лежит, хотя для этого созданы все необходимые условия. Питьевая вода хранится в темных помещениях при температуре около 18 градусов. Перед тем, как отправить воду заказчику, емкости оборачивают пленкой в несколько слоев. Таким образом бутылки защищают от механических повреждений. Сергей Владимирович, наблюдаем за погрузкой готовой продукции. Вот такие замечательные не пяти, а шести литровые емкости с питьевой водой Я. Куда они отправляются? Данная партия сейчас уходит в компанию «Радуга вкусов» в город Владимир. А вообще география наших поставок от северных Вологодских земель до Чуваши, Татарии, Казани на юге. Ну, собственно, вся Россия. Вся Россия. Поставка ведется как дистрибьютором, так и федеральной сети, такие как «Ашан», «Магнит», «Пятерочки», «Гиперглобус». На основе питьевой воды сегодня производят и многие другие виды продукции. Так, например, компания «Выбор-С» собирается расширить ассортимент и выпускать воду с содержанием сока. Но и это еще не все. Вторая задача, она практически у нас сделана, уже исполнена, точнее. Это выпуск детской воды, воды Я, которая будет подходить детям с рождения. Ну и третья задача – это выпуск спортивных функциональных напитков. Например, там, с коллагеном, с алькарнитином. Сейчас модно быть здоровым, да, активным, поэтому мы, конечно, это поддерживаем в направлении. Итак, в этой программе мы узнали, что производители питьевой воды не просто разливают воду из скважин, но и особым образом ее подготавливают. При этом сами предприятия стараются разместить как можно ближе к скважинам, чтобы исключить процесс транспортировки, а значит, снизить риски. Потребителям важно помнить, что чистая столовая вода должна быть прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и вкуса. И если у вас есть хоть малейшее подозрение относительно качества воды, то лучше отказаться от ее употребления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok